Представляю вам соперника в синем углу, боец из Краснодара, ему 28 лет, рост 183 сантиметра, вес 70 килограммов, 350 граммов. Представляет бойцовский клуб «Кузня». Профессионный рекорд 11 боёв, 9 побед, 2 поражения, Олег Манжуев. Его соперник в красном углу из города Омск. Ему 24 года, рост 175 сантиметров, вес 70 килограммов, 450 граммов. Представляет бойцовский клуб «Ермак». Профессиональный рекорд 6 боёв, 5 побед, 1 поражение, Игорь Алчонос. Проферей Виктор Корнеев. Бойцы на центр. Парни, слушай меня внимательно, на протяжении всего боя. Работаем активно, защищаемся активно. Сетку не хватаем, головой не бьем, локтем по траектории 26 не бьем. Все понятно. Если говорю стоп, значит стоп. Разошлись по углу. Возраст, рост, вес спортсмена. Старче на 4 года здесь Олег Манжуев. Ну и выше. На коротком уведомлении, как мы уже говорили, выходит здесь Игорь Алчонов. Ну а Олег Манжуев видно, что на строне заряжен очень серьезно. У нас первый раунд. Как я уже сказал, для Олега Манжуева это второй поединок в Екатеринбурге. Первым проиграл Ивану Собевскому. И начинает очень быстро. Борзо и бодро Олег Манжуев. Там 2 или 3 таких жестких лоу-кика, отвечает хай-кик. Амолчонов, но на месте руки у Манжуева гораздо выше Олег. Мы видим это. Посмотрим, может ли он воспользоваться преимуществом в росте. Вот так вот. Попытка удара с разворота там от Олчонова, но не точно. Снова у нас, как и в предыдущем поединке, так бойцы находятся в разносторонних стойках. Постоянно, постоянно дергают здесь Манжуев. Лоу-кик от Манжуева. Провалил хорошо на ногах. Снова война финтов у нас пока без действий. Тот и другой угрожает. Хорошая двойка от Олчонова, но мимо. Но в воздух. Хорошая двойка от Олега Манжуева. Быстрая, но не точная. А вот хороший точный лоу-кик от Олега Манжуева. И мне кажется, Олег так почувствовал дистанцию. Попытка перевода в партер со стороны Игоря Олчонова. Интересно, удастся все-таки она Олчонова, потому что в стойке пока у него ничего не получалось. Отзащищался пока вот так вот от первой атаки здесь Манжуев. Прижат он сейчас спиной к сетке. Да, нужно, по идее, достать ногу и... Да, там плотно захватил левую ногу своего соперника все-таки Игорь Олчонов и не отпускает. Пока защищается Олег Манжуев, все его силы направлены исключительно на защиту. Да, колено в корпус было от Олчонова. Игорь Олчонов настроен очень серьезно и не планирует разрывать захват. Вот тут клинч у сетки его тоже, в принципе, пока устраивает. Да, он настроен на тейкдаун, на попытку перевода. Да, Манжуев это прекрасно понимает, но опа. И пока держится еще и заползший колено в корпус от Олега. Попытка выхода на гильотину в стойке нет, достает голову Олчонов. В идеале Манжуеву нужно соперника развернуть. Получится или нет, в общем, вопрос. А пока контролирует все-таки левую ногу Манжуева Олчонов. И снова Каллина в корпус от Олчонова. Задышали, задышали бойцы. Первый учител Шунов, кстати. Ну, потому что очень много сил все-таки тратят. Молодец, молодец. Почему нет, почему нет? Только контролируй, не дай развернуть. Ты спокойненько дай. Пока контроль у сетки со стороны Олчонова, но... Но и перевести Олега Манжуева у него пока не получилось. Очень много сил тратят оба бойца. Ну и, наверное, в первую очередь Олчонов. Ему приходится здесь поджимать постоянно соперника к сетке. Плечо. Но там не хватило амплитуды. Два коротких удара слева, но без ущерба. Смотри, коллега, рефери поединка Виктор Корнеев. Ребят не разводят на дистанцию. Да, потому что, скорее всего, он понимает, что есть шансы у того и другого. И, возможно, будет тейкдаун. Меньше полторы минуты остается до конца. И не будет тейкдаун. Пока ситуация не поменялась, да. Не самая, может, зрелищная часть боя. Но, извините, что есть, то есть. Но при этом, смотрите, Олчонов постоянно, постоянно пытается. И не дает все-таки он уйти пока Манжуева отсюда. Но и перевести не может. Олена Манжуева, да. Актив, внимание, Актив. Ну вот, первое замечание от Виктора Корнеева. Удалось, вроде бы, развернуть Манжуеву, Олчонова. Но затем Игорь вернул Олега обратно. Спиной к сетке. Попытка забрать ногу. Ого, шею отдал здесь Олчонов. Вытаскивай голову, подсказывают. Игорь Олчонов, он достает. Ну вот, там про тейкдаун уже речи нет, я так понимаю. Чисто про контроль его. В сетке, да. Не смотри, не может этот клинч пока разорвать, соответственно, Олег Манжуев. Здравствуйте. Снова, снова много здесь такой функциональной такой работы, силовой. Насколько соперники все-таки, насколько бойцы вот закислятся от такой работы. И как, кто как восстановится за минуту перерыва, вот это интересно будет посмотреть. Я так скажу, исходя из того, что мы видим вообще на турнире. Те поединки, которые проходят всю дистанцию, они практически все очень энергозатратные. По первому раунду, что у Олега Манжуева все очень хорошо, получалось стойки. Именно поэтому Олчонов и сократил дистанцию, там попытался перевести, не получилось. И просто контролировали все-таки. Ох, такой, халевский, левый такой. И отвечает, смотри, как хорошо Олег Манжуев. И еще один жесткий улог. Очень жестко там попал. Почти подвысит ногу. Я думаю, да, Манжуев здесь делать будет ставку на стойку. Что он, в принципе, смотрите, Олчонов и делает. Опять возвращается к тейкдауну. Попытка забрать левую ногу. Рановато, мне кажется, был тейкдаун со стороны Олчонова. Потому что если бы он, например, в стиле Остина Вендерфорда попытался сделать тейкдаун. Здесь у сетки, когда был лишен пространства Манжуев, может быть, и зашло бы. Но пока у нас снова клинч у сетки. Посмотрим, чем он закончится. Первый раунд прошел в большей части вот именно в такой позиции. Ну и мы помним, что, в принципе, отзащищался Олег Манжуев. Другой вопрос. Кому ушел в раунд? Но из клинча, да, выйти не смог. Кому ушел первый раунд? И за счет чего? Ну, для Олега это не самая выгодная позиция, прямо скажем, не самая хорошая. Если сравнивать, да, по положению бойцов, ему как раз нужно уходить от сетки. Но Игорю Олченову, скорее всего, тоже нужен здесь тейкдаун. Он будет пытаться это сделать. Он постоянно пытается вот так проатаковать левую ногу своего соперника. Но, тем не менее, контроль показал Олченову. Контроль соперника у сетки. Ну, и тут уже Корнеев, Игорь, по-моему, Виктор. Виктор, да, абсолютно верно. Колено хорошее. Манжуево. А вот там низковато. Низковато. Ну, думаю, не специально. Есть где-то до пяти минут у бойца для того, чтобы восстановиться. Случайно попал, случайно попал, но бывает. Да, действительно, абсолютно прав Виктор Корнеев. Он говорит, что случайное было попадание, но там очень близкая дистанция. Много было вот такой вот черновой работы. Игорь Олченов готов. Ну, и опять вопрос по Олегу Манжуеву. Удастся ли ему не прозевать проход в ноги, который в итоге приводит к клинчу сетки. Да. Начало-то раунда было очень неплохое. А то, что Олченов будет стремиться в паттерн, это как с добрым утром. Ох! Ох! И сразу же вторая попытка пройти в ноги от Олченова. Но все-таки зевают эти проходы Манжуеву. Не успевает, да. И удается здесь Олченову поджать к сетке. Колено от Манжуева. Но второй удар ниже пояса, это уже будет подозрительно, я думаю. Как выход из клинча, да? Как выход из клинча, да. Между тем еще две с небольшим минутой остается у нас до конца второго раунда. Ровно так бой подошел к своему экватору. Значит, правое колено будет бить. Следи за этим. Только опускает. Колено бьет с нами. Локти. Это может быть очень опасно для Игоря Олченова. Но пока захват не может снять Олег Манжуев. Пытается, пытается через левую ногу Манжуева Олченов что-то сделать. Ну и как уже мы неоднократно говорили, очень много сил забирать от этого возня. Пытается правым коленом прыгать. Опять раз удары короткими ударами. А локоть снова пытается тут ставить Манжуев. Так, пытается всем весом тела уже Манжуев навалиться на соперника. Пытался, по крайней мере. Вот даже непонятно, кто здесь больше устает. Но все-таки, наверное, Олченов больше устает. Его приходится контролировать, да, поджимать постоянно еще к сетке. Но он справляется пока с этим. Тем не менее, локтями так отвечает Олег Манжуев. Но не развернуть соперника, не разорвать клич не получается. Пока у Олега. Вот так вот правый локоть там вставляет. Да, все-таки Манжуев. Манжуев. Последняя, заключительная минута второго раунда уже идет. Ну и рефери дает работать спортсменам, потому что, в принципе, там удары есть. Да, работа, в принципе, активная. Так развернул, вроде бы, но ненадолго. И снова вернулся обратно, да, здесь Манжуев. Не удается пока представителю города Краснодар выйти из этой ситуации. Да, у нас такой круговорот бойцов у сетки. Да. Не зрелищно, но пока достаточно очень прагматично здесь работает Игорь Алченов. Это энергозатратно при этом. Да, при этом очень энергозатратно. Посмотрим, будет ли, какое количество сил останется у бойцов на заключительный третий раунд. Вот, развернул. И опять. И опять у нас то же самое случилось, что было до этого. Обоюзные развороты у сетки. Колено в корпус, тем не менее, от Манжуева я увидел. Концовка второго раунда. Не дай, не дай, не дай, на контроль. Не дай силы. До тейкдауна дело не дойдет. Ни одного тейкдауна пока у нас за два раунда не было. Пока вся работа в стойке. Несмотря что очень много черновой работы у клетки. Третий раунд бой. Ну что ж, успеет ли Олег Манжуев не прозевать в третьем раунде проход в ноги со стороны Алченова? Хороший лоу-кик. И еще один лоу-кик. Не застаивайся и переводи. Это, скорее всего, Игорь Алченову подсказка. И вот пошло. Так. Ну что, третья серия. Начинается стремительно практически. Удастся ли что-то поменять кому-то из бойцов? Как-то дальше продвинуться. Да, потому что в углу у Олега Манжуева было сказано, черным... Точнее, четко было сказано, нам возня у Серки не нужна. Подножки надо. Это, скорее всего, подсказка уже Алченову, естественно. Ну и прихватывая шею, была такая подсказка Манжуеву. Гнет, гнет здесь свою линию Игоря Алченова. Ему ничего не остается делать. Но при этом он достаточно рационально работает. В принципе, обезопасив себя от встречных ударов. Ну да, учитывая, что человек вышел на коротком уведомлении, получать по голове в стойке, в его план не входит ни в коем случае. Активнее бойцы, активнее. Ну и Виктор Корнеев. Призывает к активности бойцов. Абсолютно с ним согласен, кстати говоря. Думаю, вот локоть. От Манжуева был. Попробуем, может, через порту взять провод. Два боковых от Алченова. Попытка туда пройти удается. И вот уже развернул. И опять повторяется то же самое, что было во втором раунде. Снова локоть от Манжуева. Справа. И еще один локоть. И колено. Отвечает коленом, соответственно, Игорь Алченов. Ну, у нас, в общем-то, все та же картина практически. Да, в принципе, ребята уже скользкие. И в первом, и во втором. И вот сейчас до середины третьего раунда у нас так же остается. Для меня лично один вопрос, который меня волнует на протяжении всего поединка. Удастся ли Олегу Манжуеву расцепить этот клинч и вернуться к работе в стойке? Игорь Алченову перевести в партер. И тогда мы посмотрим, как в партере все-таки происходит. Потому что ни одного перевода мы с вами так и не видели. Вопрос, ну, уж для них. Да. Между тем очень мало времени остается до конца. И все-таки, если поединок дойдет, может, я забегаю далеко вперед до судейского решения, вот в таком же положении, то как будет оценено? Действительно, это вопрос. К счастью, отвечать на него будем не мы с тобой, коллега. Все меньше и меньше времени остается до конца. Но, в принципе, для каких-то действий еще оно остается. Но минута с чем-то. Между тем постоянно Игорь Алченов постоянно выбрасывает удары. Пусть они не очень акцентированы, но они есть. И отвечает, кстати, на эти удары и Манжуев, Олег. Но по количеству больше все-таки, наверное, перестреивает Алченов. Поэтому так чисто технически для того, чтобы просто разорвать стойку, у этого положения нет пока. Хотя тут, ты знаешь, мне кажется, от рефери зависит. Не зрелищно, но пока очень рационально. Еще раз, третий раз уже повторюсь, работает Игорь Алченов. И больше делает, да, делает больше. Колено от Манжуева. Не получается, не получается разорвать этот клич у Олега. Будет ли попытка тейкдауна в конце все-таки от представителя города Омск? Слушай, ну сил-то у Алченова уже прям не сказать, что в огонь. Минута, Игорек. Пробуй развернуть. Минута, Игорек. Попробуй развернуть, подсказывают, да, бойцу из клуба Кузня. Надо. Тает время. Экстра-раунды здесь не предусмотрены. Разворачивает. И опять обратный разворот к Игорю Алченову. Право возвращает традиционно уже Игорь Алченов сюда Олега Манжуева. А сил, видимо, клич разорвать у Олега уже тоже нет. Ну и у нас пошли уже заключительные секунды этого поединка. Ну да, здесь в кличе все-таки Алченов поактивнее. Много-много ударов, вот так попытку пытается забрать шею. Там уже скользко все. Хорошо, колено под концовку. 10 секунд бойцы. 10 секунд бойцы, предупреждает рефери. Пошла снова тут большая такая энергичная работа в клинче, но что-то кардинально не поменялось. И ждем судейского решения. Итак, в этом бою победу единогласным решением судей одержал Игорь Алченов.